Сегодня 12 апреля мы отмечаем День космонавтики и к нам приехал герой Российской Федерации Космонавт Олег Иванович Скрибочка. Он рассказал нам об интересных фактах полета в космосе. Поэтому ты быстрее входишь уже в рабочий ритм и начинаешь уже продуктивно работать. Третий был тоже волнительный, но по другой причине. Если в первом полете я был самым неопытным космонавтом, новичком, то в третьем полете я был единственным опытным космонавтом. У меня в подчинении было два новичка. Из них один первый астронавт из Арабских Эмиратов. То есть это была такая еще одна дополнительная ответственность. И тут уже мне предстояло отвечать за все. В свободное время можно посмотреть фильм, послушать музыку. Сейчас те сосязи позволяют и позвонить домой, это что-то вроде эпителефонии, телеспутниковые каналы связи. Вообще можно позвонить любую точку планеты, если нами знакомы. Позвонили с вами? Да, конечно. Ну обычно вечером, когда уже дела завершили, уже готовив себе ужин, ну и позвонить домой, узнать, как дела у них, пообщаться. Ну я думаю, нам развитие необходимо. Это как авиация. Когда-то это был удел отдельных героев, которые показывали свое мужество героическими полетами. Потом это стали исследования, пошли рекордные полеты. А сейчас мы пользуемся услугами гражданской авиации постоянно. Я думаю, с космосом в современном должно быть то же самое. Вы знаете, если очень захотеть, можно в космос полететь. А вообще, я думаю, самое главное, это каждому найти то, что ему интересно, добиться в этом успехе, стать профессионалом. Товарищ первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Председатель Совета Министров СССР, рад доложить вам, что задание Центрального комитета Коммунистической партии и Советского Союза выполнено. Первый в мире космический полет совершен на Советском космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года. Майор Гагарин!